Добрый день! Я тоже надеюсь, что меня хорошо слышно. Благодарю вас, что вы в этот предновогодний период нашли время и пришли на наш ежемесячный трек вебинаров по новинкам нашего издательства. Действительно, у нас сейчас декабрь, очень напряженная пора, но тем не менее мы с удовольствием выпускаем книги и надеемся, что они вам не только нравятся, но и вы их активно используете в своей работе. Итак, мы в декабре подготовили книги по следующим направлениям, дисциплинам и специальностям. Химия, иностранные языки, педагогика, экология, математика, история России, психология, экономика, информационная безопасность и многие другие. В каждом слайде я обязательно указываю, к какой дисциплине подходят данные издания, ну и рассказываю немного о том, что внутри самой книги содержится. По химии выпущен огромный блок, пул книг с разнообразной тематикой. Сейчас я вкратце о каждой вам расскажу. К примеру, было выпущено учебно-методическое пособие «Физико-химические методы анализа органических веществ». Это учебно-методическое пособие содержит основы теории физико-химических инструментальных методов анализа, а также практические задания для самостоятельной работы. Пособия предназначены для студентов, обучающихся по курсу «Физико-химические методы анализа» и всех интересующихся аналитической химией. Кластер книг по химии здорово пополнен целым рядом учебных пособий. Я дала вам обложки и вкратце расскажу про каждую. Например, задачи по уравнению реакции. В этом учебном пособии представлены наиболее рациональные подходы к решению задач с использованием химических уравнений. Уравнение реакции разного вида. Оно предназначено для студентов в направлении подготовки химии и учителей химии. Задачи по формуле вещества. Это пособие продолжает тему рациональных подходов к решению задач по формуле вещества. Также оно ориентировано на студентов в направлении подготовки химии и учителей химии. Задачи на вывод формулы вещества. В этом пособии представлены наиболее рациональные подходы к решению задач на вывод формулы вещества, являющегося одним из центральных понятий в химии. Оно также предназначено для студентов в направлении подготовки химии и учителей химии. Задачи на растворы. Специфика данного учебного пособия в том, что в нем рассматриваются наиболее рациональные подходы к решению задач на растворы. Подразумеваются гомогенные системы. Оно тоже ориентировано на учителей химии и студентов. Учебное пособие по способам решения задач по химии имеет одну отличительную особенность. Она в том, что оно содержит методические указания и рекомендации по решению задач по химии повышенной сложности. Учебное пособие методика решения задач по химии. Это пособие призвано помочь в решении основных типов химических задач, а также задач по повышенной сложности. Оно ориентировано на учащихся средних образовательных учреждений и учителей химии. Качественные задачи. Это книга «Учебное пособие», и в нем представлены наиболее рациональные подходы к решению качественных задач по химии. Оно создано для студентов в направлении подготовки химии, учителей химии. Последняя книга, которую вы видите по обложке, это «Алгоритмы при решении задач по химии». Оно окажет неоценимую помощь для желающих совершенствовать свой мыслительный процесс. В частности, применять алгоритмы при решении задач по химии. Это учебное пособие также предназначено для студентов, обучающихся направлению химии, и учителей химии. Продолжая химическую тему, мы выпустили линейку книг для самостоятельной работы студентов. Отличительная особенность этого учебного пособия в том, что оно содержит экспериментальные задания исследовательского характера для самостоятельной работы по аналитической химии. В шести частях пособия, помимо теоретической части, содержатся вопросы для проработки темы и самоконтроля, а также тестовые задания. В первую часть издания вошли обязательные для всех правила работы и техники безопасности в химической лаборатории, а также меры неотложной помощи при несчастных случаях. Линейка эта предназначена для студентов, обучающихся по направлениям подготовки формации и всех интересующихся аналитической химии. Мы выпустили уже три части этого пособия, и рада представить вам четвертую часть, заключительную. Это книга всего в четырех частях. Диаграммы плавкости двухкомпонентных систем, компоненты которых неограничены растворимо в жидком и ограничены растворимо в твердом состоянии. Это учебно-методическое пособие. В четвертой части этого пособия содержатся теоретические вопросы, тестовые задания и расчетные задачи для самостоятельной работы студентов, которые изучают раздел физической химии «Фазовое равновесие». В принципе, это учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению профиля химии, так же, как и предыдущие три. По английскому языку выпущено пособие «Английский язык в профессиональной деятельности для специальности реклама». Это учебное пособие предназначено для студентов вузов и учащихся колледжей, обучающихся по специальности реклама и связи с общественностью. Оно способствует использованию английского языка в профессиональной деятельности. Коммуникативные упражнения, представленные в пособии, помогут в практической отработке материала. Также по английскому языку выпущен краткий англо-русский словарь-справочник по истории древнего мира. Особенностью этого пособия является то, что в кратком англо-русском словаре-справочнике представлены термины по археологии, этнографии, архитектуре, мифологии, истории религии, названия древних народов, государств, организаций, исторические названия современных городов, имена собственных виднейших деятелей мировой истории. Коммуникативные упражнения И в данном вебинаре, и в последующем будете видеть, что здесь ярко выраженное оформление, которое говорит, для кого эта книга предназначена. Вот представляем для дисциплины английский язык учебное пособие азы профессиональной академической коммуникации на английском языке. Это пособие поможет сформировать у учащихся техникумов нелингвистических специальностей универсальные англоязычные коммуникативные компетенции для повышения профессиональной академической мобильности в современном мире, где английский язык уже, собственно, давно стал языком международного общения. Однако мы, вот хотелось бы отдельно заметить, что мы не только английскому языку уделяем пристальное внимание. Например, в декабре была издана книга «Коммуникативный подход к развитию лексической стороны речи и формированию грамматических категорий». Это немецкий язык. Отличительная особенность пособия в том, что с помощью него поэтапно формируются языковые коммуникативные навыки и умения. И, как следствие, развивается речевая профессиональная деятельность на немецком языке. Пособие предназначено для обучающихся вузов и средних специальных училищ строительных и архитектурных специальностей. Оно может быть использовано для работы со студентами на этапе закрепления навыков ознакомительного чтения и навыков письменного перевода с немецкого языка на русский. По группе специальности педагогика мы выпустили сборник статей «Современные педагогические технологии профессионального образования». В статьях, представленных в виде докладов на научно-практических конференциях, представлены результаты исследований актуальных проблем профессионального и общего образования. Сборник актуален для работников сферы профессионального образования. Прошу обратить на него особое внимание. По дисциплине экология выпущена книга управления особо охраняемыми природными территориями в регионах. Это монография. Я принесла ее в бумажном виде. Вот она прошла. Книга не очень объемная, но прекрасно изданная. В ней, в принципе, поднята актуальная тема в связи с остро стоящей экологической проблемой. Она посвящена вопросам создания функционирования и развития особо охраняемых природных территорий и научным проблемам управления ими в регионах. Книга эта подготовлена для научных работников, преподавателей, аспирантов и магистрантов, специализирующихся в области рационального природопользования и охраны окружающей среды региона. Еще одно пособие для среднего профессионального образования. Вы уже видите специальное оформление по дисциплине математика. Элементы высшей математики. Это учебное пособие. Оно призвано поднять уровень математического образования за счет представленного в нем теоретического материала. Примеров решения типовых задач, задач для самостоятельной работы студентов, а также проверки знаний в виде итогового тестирования и примерных контрольных работ. Пособия подготовлены для студентов СУЗов и всех желающих совершенствовать знания по высшей математике. По дисциплинам прикладная математика и информатика подготовлена книга «Введение функциональный анализ». Это учебное пособие, цель которого сформировать единый подход к решению математических задач и показать, как абстрактная теория может помочь в решении конкретных прикладных задач. Пособие это предназначено для преподавателей и студентов в направлении прикладная математика и информатика, а также для проведения практических занятий и организации самостоятельной работы студентов. По педагогике мы издали учебное пособие «Методика преподавания уроков технологии в начальной школе». Эта книга есть у меня, для примера, тоже в бумажном виде. Разумеется, все книги тоже есть в электронном виде, тоже не очень объемное издание. Пособие поможет будущим педагогам организовать деятельность учащихся на уроках технологии в начальных школе. Занятие по трудовому воспитанию в дошкольных учреждениях. Ну и, соответственно, она предназначена для студентов педагогических вузов, а также для педагогов общеобразовательных учреждений, родителей, воспитателей дошкольного образования и других специалистов. Еще одно пособие по педагогике того же автора – профессиональная этика педагога. Пособия систематизированы и уточнены знания в области формирования представлений об этических основах профессиональной деятельности педагога. Оно создано для студентов педагогических вузов, а также для руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений, родителей и других специалистов. Также по педагогике нами подготовлено еще одно пособие – мотивирующее обучение, теоретические вопросы и практические рекомендации. Это пособие для тех, кто хочет получить единственный правильный рецепт, работающий универсально и со стабильным образовательным результатом. Это книга профессора Андрея Наумовича Йоса. Она предлагает авторское видение блочно-модульного конструирования современного занятия. Нашим издательством совместно с Интеллектуальным центром дистанционных технологий «Новое поколение» было выпущено уже несколько сборников по итогам научно-практических конференций. Рада представить вам новый выпуск, это новое издание, оно тоже есть в бумаге. В материалах конференции освещены приоритетные задачи образования. Образование, воспитание подрастающего поколения, в частности рассматривается проблема успешной социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вообще, инклюзиву мы, в принципе, посвящаем очень большой пул изданий. Эта тема актуальна и литературы по ней не очень много, поэтому мы очень рады выпускать сборники по итогам научных конференций и отдельные пособия, монографии по этой теме. Раздел «Педагогика и образование» пополнился еще одним пособием с нашей стороны – реализация проекта «Зеленая аллея памяти» в образовательном пространстве. Это пособие особое, оно призвано сформировать ценностное отношение к окружающему миру у учащихся образовательных учреждений и помочь в реализации деятельностного подхода к изучению и охране природы своего региона. Пособие предназначено для воспитателей и руководителей детских образовательных учреждений, педагогов и работников системы образования в целом, работников органов охраны труда, здравоохранения, культуры, представителей общественных организаций и внебюджетных фондов. Раздел «Психология» пополнился монографией «Социальная психология о религиозной идентичности личности». В монографии обоснована оригинальная концепция религиозной идентичности личности в рамках социальной психологии. Она подготовлена для начинающих психологов, философов, педагогов, а также для интеллектуального круга читателей, духовно близких к этим и сопутствующим научным дисциплинам. Гражданское право по этому направлению вышло также учебное пособие по программе повышения квалификации на введение в законодательстве о способах обеспечения исполнения обязательств. В этом учебном пособии проанализированы основные изменения в разделе Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и дана подробная характеристика основных способов обеспечения их исполнения. Это учебное пособие предназначено для повышения квалификации и при проведении занятий по дисциплине гражданское право. Книга Александр I и русская художественная культура. Ранее скажу чуть больше. Есть она в бумаге. Прекрасное издание с иллюстрациями, с цветными. Очень объемное. Отдельно скажу, что эта книга была выпущена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Она выиграла этот грант, и мы с удовольствием ее выпустили. Это второе издание, которое я вам представляю. Оно дополнено. Великолепное, богато иллюстрированное издание. Посвящено эпохе правления Александра I. В нем рассматриваются исторические условия, оказавшие решающее влияние на русскую художественную культуру первой четверти XIX века. В этой книге использовано большое количество исторических и искусствоведческих научных публикаций, мемуарной литературы, престы 1801-1825 годов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Книга написана доступным, увлекательным языком, адресована историкам, культурологам, искусствоведам, литературоведам, а также может представлять интерес для всех, кто интересуется отечественной историей, историей, культурой. Автор этой книги доктор исторических наук Олег Борисович Островский. Я хотела бы отметить отдельно, что на недавно прошедшей выставке в Москве нонфикшн она проводилась в гостином дворе. Эта книга пользовалась огромным успехом. Были и исследователи, и историки, которые моментально определяли на нашем стенде наличие вот такой замечательной литературы. Ну и хотелось бы отдельно отметить то, что обычные читатели, широкий круг, были тоже заинтересованы в этой книге. Мы надеемся, что в большинстве библиотек России есть уже эта книга. Мы делали специальную рассылку, поэтому вот очень рады представить второе издание. Также по направлению «История России», но еще и «Литература ведения» мы выпустили новую книгу. Это еще одно исследование, закрепленное в монографии. «Стих и образ изменяющейся России. Последняя четверть XVII – начала XVIII века». В монографии историка и литератора, доктора исторических наук Андрея Петровича Богданова изучены изменения, происходившие в самосознании, мировоззрении и культуре верхов российского государства во второй половине XVII – в начале XVIII веков. Особенность этого исследования в том, что зеркалом перемен служат такие явления русской стихотворной культуры, как литературные эпитафии и книги для обучения детей, созданные придворными поэтами. Монография предназначена для всех, кто интересуется историей и литературой. По искусству мы выпустили замечательный словарь терминов по режиссуре и драматургии театрализованных представлений и праздников. Это учебное пособие, терминологический словарь, который поможет в сфере профессионального общения теоретиков и практиков зрелищного искусства. Особый интерес представляют вошедшие в издание персональные художественно-творческие и биографические данные ведущих сценаристов и режиссеров прошлого и настоящего. Словарь подготовлен для студентов колледжей и институтов культуры и искусств. Также по искусству есть еще одно учебное пособие. Это специфика работы над сценарием экранизации литературного произведения. В пособии изучены особенности работы над созданием киносценария на основе литературного произведения. Оно актуально для студентов среднего профессионального образования по специальности социально-культурная деятельность и студентов высших учебных заведений в направлении народная художественная культура и специальности режиссура кино и телевидения. Экономика. Сложный переход после искусства. Мы выпустили учебное пособие экономика в структурно-логических схемах. Это учебное пособие имеет отличительную особенность. Основные положения экономической теории, которые туда входят, и дисциплин, таких как макро- и микроэкономика, переходная экономика, история экономической мысли, представлены в виде структурно-логических схем. Это существенно ускоряет процесс обучения. Предназначено оно для бакалавров и студентов средних профессиональных учреждений экономических и других направлений. По информационной безопасности вышло учебное пособие в декабре «Информационная безопасность и защита информации. Теория и практика». Пособие, рассматривающее теоретические положения, методы и средства обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Особо актуально в наш век быстрого развития информационно-телекоммуникационных технологий и как следствие возникновения угрозы информационной безопасности. Это пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся в области информационной безопасности. Также для преподавателей, специалистов, изучающих вопросы информационной безопасности и защиты информации. Кроме того, в нашей богатой информации век оно в принципе для широкого круга читателей. По материаловедению выпущено универсальное пособие, подходящее и для среднепрофессиональных учебных заведений, и для высших учебных заведений. Основы современного материаловедения. Отличительная особенность данного пособия в том, что помимо теоретических основ современного материаловедения, даны задачи для самообразования и аудиторной работы. Оно подходит для преподавателей, учащихся в среднепрофессиональном образовании, высших педагогических образовательных учреждений, а также для всех, кто интересуется современным материаловедением. Вот для присутствующих постоянно на вебинарах, вы, наверное, отметили, что мы стараемся по разделу материаловедения пополнять литературу регулярно, обновлять ее, поэтому у нас одни из самых современных книг по этой дисциплине. Заключительные издания нашего декабрьского плана по учебной литературе – это учебное пособие по физической культуре. Серийная обложка указывает на адресата, она создана для средних профессиональных образовательных учреждений, однако она подходит всем, кто стремится вести здоровый образ жизни, уделяя должное внимание физической подготовке. В общем, она представлена, собственно говоря, для широкого круга читателей, но и адресована напрямую обучающимся по дисциплине физическая культура. Ежемесячно мы пополняем наши коллекции золотой научной классики и мемуаров изданием новых книг. Представляю вам декабрьский пул вот этих уникальных изданий очерки по истории русской церкви в двух томах. Вот если вам хоть немного интересна история русской церкви, то вы просто обязаны прочитать эти очерки. Их написал православный богослов, историк русской церкви Антон Владимирович Карташов. Его очерки являются классикой историографии и по сей день считаются единственным всеобъемлющим трудом под церковной историей, вышедшим под одним авторским именем. В двух томах этой книги, этого издания определены основные вещи истории русской церкви от киевского до монгольского периода до синодального, во время которого русская церковь взошла на высшую ступень своего развития. Книга выдающегося русского философа-эмигранта Федора Августовича Степуна является одной из лучших книг от Первой мировой войны из писем прапорщика-артиллериста. В ней органично сочетаются художественные повествования и важнейшие положения философской концепции автора. У нас несколько изданий этого автора, и мы очень рады представить новое издание. Надеемся на его актуальность. Эта книга тоже вышла в рамках нашей серии «Мемуары замечательных людей». Письма морского офицера. Эта замечательная книга рассказывает о подвигах российского флота на водах Средиземного моря под командованием вице-адмирала Синявина в 1805-1810 годах. Ее автор – морской офицер Владимир Богданович Броневский, участник экспедиции, преодолевший нелегкий путь от Кронштадта до Средиземного моря. За свою достоверность и яркий слог книга получила очень высокую оценку у современников, и предназначена она для широкого круга читателей. В серии «Мемуары замечательных людей» была выпущена в декабре книга «На путях к дворцовому перевороту». Эта книга была впервые опубликована в 1931 году в Париже. По сей день она остается библиографической редкостью. В своем исследовании автор, который являлся непосредственным участником событий, свидетелем этих событий, анализирует борьбу различных политических сил накануне февральской революции 1917 года. В рамках коллекции «Мемуары замечательных людей» также мы представляем книгу «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги». В книге представлены редкие мемуарные записи поэта и мужиниста, писателя, драматурга Анатолия Моренгофа. Кроме интересных и малоизвестных фактов его биографии, на страницах издания оживают портреты выдающихся современников Моренгофа, Есенина, Маяковского. Книга эта предназначена и будет интересна историкам искусства, любителям литературы, в общем, широкому кругу читателей. Книга замечательнейшая. Продолжаем пополнять нашу серию «Мемуары замечательных людей». Книга «Пятеро» и другие. Это цикл замечательных новелл, посвященных русским композиторам, членам музыкального сообщества «Могучая кучка». На страницах издания блестящие имена корифеев русской музыки. Мусоргского, Балакирева, Римского, Корсакова, Бородина, Глинки, Доргомышского и других. Традиционно даю анонс на наш будущий месяц. Несмотря на то, что он очень короткий, это не все книги, которые мы выпустим. Их будет гораздо больше. Тем не менее, хотелось бы выделить несколько. Наш уже постоянный автор Андрей Юрьевич Павлов. За ноябрь-декабрь мы выпустили уже три его книги. И вот четвертая «История искусств. От первобытности до современности». Это будет пособие по истории искусств. При желании может стать хоть и кратким, но довольно успешным путеводителем по жанрам, эпохам, стилям и направлениям, именам и причинам появления мировых шедевров основных изобразительных видов искусств. Вторая книга «Теоретические основы бухгалтерского дела». Это будет учебное пособие для среднего профессионального образования. Этим учебным пособием решаются основные задачи. Изучение базовых принципов бухгалтерского учета, его возрастающей роли в условиях рыночной экономики, значение учета для различных категорий пользователей. Третья книга в январе будет опубликована. Это учебник по немецкому языку авторов Самарского государственного педагогического университета. «Немецкий язык. Профессия и жизнь». Оно создано для студентов средних профессиональных учебных заведений, желающих овладеть основами профессиональной коммуникации. Авторы стремились разнообразить каждый из названных разделов, сознательно избегая полной унификации построения уроков и типов заданий. «Отсутствие структурной жесткости позволит преподавателю творчески подходить к планированию занятий, обучаемому избежать скуки». В общем, в новом году нас ждет работа интересная, разнообразная по тематикам, направлениям и дисциплинам, специальностям. Очень надеюсь, что в конце января я буду рада вам представить новый пул книг и учебной литературы, и изданий для Золотого фонда научной классики. Все наши издания обязательно размещаются в электронном виде, и есть возможность приобретения печатных изданий на нашем сайте directmedia.ru. В декабре мы перешли на новую платформу, он выглядит теперь по-другому, но его наполнение, его функциональные возможности во много раз возросли, поэтому приглашаю вас посетить наш новый сайт. Мы старались разнообразить его и по тематикам, и по разделам, и сделать его максимально удобным для пользователей. Также все наши новинки мы публикуем, информацию о них мы публикуем в социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, и, разумеется, на наших ежемесячных вебинарах я рада вам представлять и учебную, и научную литературу, и издание для души мемуары «Золотая научная классика». Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Если нет, то я хотела бы от имени издательства Директ Медиа поздравить вас всех с наступающим Новым Годом, Рождеством. Мы постараемся радовать наших подписчиков, активных пользователей и простых читателей новыми книгами на любой вкус. С Новым Годом! Дорогие друзья! Давайте поблагодарим Анну за проведенный вебинар. Я вас тоже благодарю. И тех из вас, кто больше не будет присутствовать у нас в Директ Медиа в этом году, поздравляю с Новым Годом. Остальных же призываю прийти на последние наши два вебинара. Хотел бы отметить, что я выдал сертификаты по данному вебинару, и вы можете зайти вот сюда и приобрести эти сертификаты. Одну минутку, сейчас я дам в чат информацию о них. Вот так. Ну что ж, я с вами не прощаюсь. Напоминаю, что два вебинара Директ Академии у нас еще впереди. Мы как... Не хотел бы применять слово «маньяки». Работаем до последнего, буквально до первого бокала. Вот, у нас вебинар завтра в пятницу и в понедельник 30-го числа в 13 часов последний наш вебинар. Так что приходите, мы будем вам всегда рады. Ну и приходите на следующие вебинары цикла новинки издательства Директ Медиа. Теперь это будет уже в январе 2020 года. Всего вам доброго. До новых встреч в Директ Академии. Директ Академии.